С ЛИРИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА С ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Послушаем. Песня, которая вышла 23 декабря в Гонконге. Ну, давайте послушаем. С моей стороны, было бы явной грубостью не представить вам этого человека. Для тех, кто не знает его, перед вами, и это непростой, он считается одним из лучших певцов планеты. По крайней мере, я не слышал никого более виртуозного в вокальном плане. Если вы не верите, оставайтесь со мной и станьте свидетелем такого вокального чуда, как... Давайте продолжим. Вы заметили, какое у него здесь плавное начало? Обычно Димаш начинает более разговорным голосом. И все его песни такие... Экспрессивные, драматические. Дальше можете продолжить сами. А вот в этой песне она мне напоминает самых первых секунд вот эту песню. Вы ее по-любому слышали. Здесь есть вот это такое неспешное и в то же время элегантное, что-то такое чувственное во всем этом. Для меня это первая песня Димаша, которая начинается таким чувственным образом. Димаш. 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 Здесь мы можем увидеть некоторое... Так, это же фанкам. Здесь есть проблема с выравниванием звука. Потому что мы хорошо слышим хор, а голос Димаша теряется. До вот этого момента мы слышим его наполовину. Да, здесь проблемы со звуком. Похоже, что звук с колонок был записан. Потому что музыка звучит громче, чем сам Димаш. Но это не мешает нам понять, что в основе песни стоит рок-баллада. Она начинается с полупериода и звучит как-то так. В общем, в итоге образуется баллада. Эти силовые аккорды. Поэтому без сомнения. Это стопроцентная музыка. Это стопроцентное доказательство, что он поет вживую. Здесь голос Димаша как бы отделяется от самой песни. И на фоне мы слышим бэк-вокал. Отвечаю вам, это не фонограмма. Когда Димаш взял низкую ноту, там был еще один голос бэк-вокалиста. Если прислушаться, можно услышать эти два голоса. Вот таким голосом поет Димаш и другим голосом кто-то на бэк-вокале. Спасибо вам за этот фан-кам. Субтитры создавал DimaTorzok Какой же он все-таки зверь. Вот такой вот у нас Димаш. Он выдает фальцет и потом соединяет его со свистковыми нотами. Заканчивая это все на фразе. Это невозможно. Заканчивая это все на фразе. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Эти полутона придают песне брутальности. Когда все уже идет к концу, вот эти... Невероятно. Это такие приемы, которые используются в песнях типа Feeling Good, о которой я говорил в начале. Здесь есть эти музыкальные моменты. И знаете, Димаш такой расслабленный в вокальном плане. Здесь он не пытается показать вам свою виртуозность. Здесь у нас хорошая песня и славное выступление. Виртуозность здесь, конечно, тоже есть. Я сейчас про вот эти моменты. Эти фразы фальцетом. Эти фразы фальцетом. И вот эта гитара. И еще одна. Точно такая же. Только здесь используются натуральные полу гармоники. Эти фразы фальцетом. Видели, как он немного блеснул своим плечиком? Он так провоцирует Диарс. Виртуозность. Помимо виртуозности, это же такие длинные фразы. Да-да-да-да-да-да-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Хор стал фундаментальной частью этой песни. Я думаю, это очевидно. Димаш часто использует бэк-вокал. Но здесь он дал им главенствующую роль. Мне очень интересна эта песня. Без шума вестерны не снимают. Если это премьера его песни, значит скоро будет студийная версия, которой мы будем очень рады.